Сегодня я тебе расскажу обо всех важных советах для эффективного уничтожения жуков и роботов в Helldivers 2. И хоть сначала кажется, что все что нужно для успешной вылазки это бежать вперед и взрывать всех кого видишь, но для такой тактики не хватит десантных капсул, чтобы присылать новых бойцов. И хоть видео по большей своей части сделано исключительно для новичков, но здесь также много вещей и для тех кто уже наиграл не один десяток часов. И если у тебя есть проблемы с прохождением высокоуровневых заданий, то приятного просмотра. Начнем с базы. В Helldivers все задания на мировой карте объединяются в операции, которые необходимо проходить целиком не только для получения медалей за завершение операции, но также для повышения сложности. Ведь если ты прошел всю операцию целиком на последнем доступном уровне сложности, то у тебя она повысится. А если ты привык давить только на быстрый поиск, то не удивляйся, что даже спустя 20 заданий у тебя не открылась новая сложность. Ведь хост игры может преследовать не те цели и выбирает задания, допустим, только для фарма. Но разумеется, самый лучший вариант, это игра с друзьями или с постоянной командой. И если у тебя такой нет, то добро пожаловать в мой дискорд сервер. Здесь мы не только обсуждаем игровые новости, но также играем в игры, особенно в новинке. Ссылка на дискорд ждет тебя под видео. С повышением сложности, помимо появления новых противников, также растет и их количество. И чтобы не теряться в моменте, когда вместо одного желчного титана на тебя уже бежит 4 таких, нужно изучить тактики убийства крупных врагов. Ведь если на среднем уровне сложности у тебя есть время, чтобы перезарядить несколько раз ракетницу, выстрелить с десяток раз из автопушки и тратить по орбитальному удару на каждого гранилу, то вот с повышением сложности тебе на это не хватит ни времени, ни боезапаса. Так, вместо того, чтобы громилу взрывать только при помощи ракет, на перезарядку которых уходит много времени, достаточно пустить одну ракету ему в лапу, тем самым ты собьешь ему броню, и начать стрелять по ней уже из основного оружия. И если ты сделал все правильно, то убьешь его быстрее, чем он до тебя добежит. А чтобы ознакомиться со всеми противниками в игре, ты можешь посмотреть мое предыдущее видео со всеми монстрами. Думаю, что это достаточно очевидная вещь, но на нее часто не обращают внимания. Это выбор снаряжения под конкретное задание. Первое, о чем нужно позаботиться, это твои стратегемы. По типу того, что если у тебя задание обороны сейчас, то стоит задуматься о том, чтобы три слота забить турелями и один слот оставить под тяжелое оружие, если у тебя обычно прорываются крупные противники. На заданиях, где враги сконцентрированы в лагерях, либо же будет много мелких целей, лучше тебе помогут орбитальные удары разных видов, чтобы быстро уничтожить мелкую кучку врагов. Обязательный элемент любой вылазки против роботов генератор щита, который будет поглощать полученные снаряды. И хоть его можно взять с собой и против жуков, но жуки в основном бьют в ближнем бою, они стреляют как роботы. Поэтому щит будет реже блокировать удары от жуков. Однако, хорошо защищает от стана после ударов этих самых жуков. А если ты до сих пор не знаешь, как купить Helldivers 2, то в этом тебе поможет Купикод. Сервис уже долгое время помогает пополнить баланс стима быстро, безопасно и с минимальной комиссией. Для этого достаточно ввести свой логин, необходимую сумму для пополнения и выбрать удобный способ оплаты. К тому же, сейчас в стиме стартовала весенняя распродажа. Время, когда стим снижает цены на игры вплоть до 75%, и это один из лучших моментов, чтобы заполучить себе одну из новинок. А максимально выгодно это можно сделать через сервис Купикод. И самое лучшее время, чтобы пополнить стим, было вчера. Следующая возможность прямо сейчас. Помимо этого, у Купикода есть собственный магазин игр, в котором ты можешь приобрести в том числе и те игры, которые заблокированы для российских аккаунтов. Купикод – целая игровая экосистема, которая ставит упор на развитие комьюнити, в связи с чем проводит различные турниры, а также предлагает систему лояльности. И если ты зарегистрируешься, то будешь еще и получать кэшбэк с каждой покупки на сайте, который ты сможешь потратить на следующее пополнение. Переходи по ссылке в описании, вводи мой промокод и пополняй свой баланс стима через Купикод. Вторая вещь уже более фундаментальная, и на нее еще реже обращают внимание. Это броня. И хоть зачастую игроки выбирают себе одну броню, которая будет универсально подходить под разные задачи, однако, если ты часто проваливаешь задания, то можешь начать выбирать преимущество брони именно под задания, по типу того, что если у тебя сейчас задание обороны, то пассивный навык на обнаружение врагов уже не такой полезный. И лучше отдать предпочтение броне с высокой защитой и дополнительными стимами, чтобы ты мог дольше жить. В то же время, на больших картах, где приходится часто бегать от точки к точке, а также где прямые столкновения с врагами не такие частые, то тут стоит уже присмотреться к броне с повышенной скоростью передвижения, а также восстановлением выносливости. А на заданиях с уничтожением объектов роботов или жуков, по типу казарм и гнезд, неплохой вариант броня с повышенным количеством гранат, чтобы ты мог уничтожить больше таких объектов за один заход. Последнее, на что нужно обратить внимание перед тем, как отправиться на высадку, это различные погодные эффекты и приказы. Первые, в основном сказываются только на видимость, так как в тумане, да еще и под дождем, вряд ли ты сможешь выцеливать роботов и убивать их из снайперской винтовки. Но бывают также и более серьезные эффекты, которые увеличивают перезарядку стратагемов или же вообще уменьшают их количество с 4 до 3 штук. А вот приказы, это легкий способ получить медали, а также возможность обновить игру. Да-да, именно получить обновление. Если личные приказы служат только для того, чтобы ты получил медали, то вот главные приказы приводят к глобальным изменениям. С их помощью, уже были добавлены мехи в игру, и теперь каждый игрок может позволить себе купить стратагем с экзокостюмом. На момент выхода видео главным приказом была установка системы контроля терминидов, на результат которого мы еще посмотрим. Но само выполнение главного приказа также еще и дает большое количество медалей. Допустим, сейчас это 50 штук за главный приказ. Так что, перед выбором задания и снаряжения лучше все-таки ознакомиться с приказами, чтобы взять оружие, которое требуется для них, или выбрать другую планету с нужным заданием. После высадки на планету, зачастую перед тобой есть большая карта с несколькими основными задачами, однако стоит чаще обращать внимание на радар, ведь помимо основных задач, еще встречаются и второстепенные, которые могут помочь себе в прохождении задания. А также есть небольшие интересные места, которые хранят в себе различные ресурсы, боеприпасы, оружие, а также суперкредиты, ту самую донатную валюту. И если следить за радаром, а также за бьющими воздух лучами, то можно с легкостью накопить на батл пасс, а также различную броню в магазине. При этом, не все интересные места, это исключительно капсулы. Еще также имеется бункерная дверь, которую можно активировать только вдвоем, а также менее очевидные контейнеры, которые можно открыть только взорвав. Второстепенные задачи, грубо говоря, делятся на два типа. Первые ты выполняешь только ради награды, а вот вторые, ради дополнительного преимущества на карте. Один из таких примеров, артиллерия. Ее можно увидеть издалека по огромной пушке, но и на карте она тоже отмечается. После активации терминала, необходимо загрузить пять ракет. Причем, ракет вокруг пушки, лежит гораздо больше, и необходимо тщательно выбирать снаряды, которые ты загружаешь. Так, особого смысла нет брать дымовую ракету, если можно загрузить мини-ядерный взрыв или напалм. Название снаряда написано прямо на нем, когда ты его подбираешь. А чтобы быстрее переносить такие снаряды, достаточно спамить кнопку взаимодействия, пока ты его несешь. Таким образом, ты будешь постоянно выкидывать снаряд, а сам персонаж в это время ускоряется. Кстати говоря о карте. Помимо того, что тут можно смотреть задачи и интересные места, тут также отображаются враги. Причем, размер отметки прямо говорит о том, насколько опасный враг. Но при стандартных условиях, враги подсвечиваются только возле десантников. Однако, если ты снарядишь броню разведчика, то когда поставишь метку на карте, то возле этой метки, также будут сканироваться противники. Полезная функция, когда ты выстраиваешь свой маршрут, до какой-то точки. Ведь можно буквально просканировать всю дорогу на опасность. Вообще, данная функция может быть еще полезней, ведь с ее помощью можно не только подсвечивать врагов, но также и различные интересные места с доп заданиями. Так что, если ты играешь с друзьями, то желательно, чтобы хотя бы один человек был с такой броней. Как я сказал в прошлом совете, можно и нужно сканировать врагов, и выстраивать свой маршрут так, чтобы лишний раз не тратить ресурсы на бой с врагами. Противники не обладают каким-либо сверхзрением или чуйкой, и поэтому, если ты будешь от них прятаться за объектами, или находиться от них на расстоянии, то враги даже не побегут в свою сторону. Но особо важно помнить о том, что враги не вездесущи, это когда вы остаетесь без зарядов воскрешения, и приходится ждать по несколько минут для перезарядки десантной капсулы. Из любого боя можно выбежать и спрятаться от врагов с помощью перепадов высот. Ведь что роботы, что жуки не очень быстро поднимаются на скалы, и выбежав из боя на несколько минут, ты можешь спасти не только задание, но и целую операцию. Помимо того, что могут закончиться все стратагемы с воскрешением десантников, еще может закончиться и время задания, которое его не прерывает, но полностью выключит все стратагемы. Так что воспользоваться поддержкой с корабля ты уже не сможешь. А также запустится таймер с прилетом корабля. И в таких экстренных ситуациях, не забывай о том, что задание завершится удачно в тот момент, когда ты выполнишь цель, а не эвакуируешься. И если ты видишь удачный момент, когда ты можешь броситься к терминалу, или взорвать последний улей, и скорее всего ты после этого умрешь, а воскрешения больше не осталось, то не всегда стоит останавливаться. Если ты действительно завершишь миссию своим последним рывком, и после чего умрешь, то в худшем случае, получишь одну звезду и минимальную награду. Но на завершение операции, это никак не повлияет. Но разумеется, стоит правильно рассчитывать свои силы, ведь при неудаче, ты наоборот провалишь все свои старания. А для координации команды, не забывай ставить метки на всех важных объектах. Собираешься бежать куда-то на доп задание, отметь его на карте. Хочешь уничтожить улей, отметь его на карте. Буквально каждое свое перемещение, лучше отмечать на карте, чтобы союзники как минимум были в курсе, что тебя с ними нет, а как максимум, для того, чтобы тебе помогли. Помимо отметок на карте, можно ставить метку прямо в игре, и это буквально необходимо для каждой успешной вылазки. Посмотрев на объект и нажав на букву Q, ты его отметишь. При этом отметки умные. И если ты отмечаешь пули, то появится значок боеприпасов. Если отмечаешь просто местность, куда стоит бежать, то появится метка интересного места. А если ты отметишь особо опасного противника, то помимо отметки врага, твой персонаж еще и крикнет, чтобы союзники уж точно поняли, что грядет опасность. И не отходя от полезных клавиш на клавиатуре, если зажать кнопку перезарядки, то вылезет контекстное меню, где в обязательном порядке будет иконка текущего оружия и его боезапас. Помимо этого, там может находиться кратность прицела, если речь идет об оружии с оптикой. Также режимы стрельбы, если есть такая возможность. А на пулеметах есть также выбор скорострельности, для экономии пуль, либо же наоборот для повышения ДПСа. В общем, никогда не забывай проверять альтернативные способности оружия. Особенно это важный пункт при стрельбе из-за рельса трона, ведь у него есть убойный режим, который сильно увеличивает урон, но в то же время детонирует, если будешь долго целиться. Ну и раз мы заговорили о прицеливании, то думаю, что это просто стоит проговорить. В игре есть прицеливание от первого лица, а не только от третьего, но оно по умолчанию выключено. Чтобы его включить, достаточно зайти в настройки игры и активировать режим динамического прицеливания. Если этот режим активирован, то правая кнопка мыши будет отвечать сразу за оба режима прицеливания. Если просто нажать на кнопку, не зажимая ее, то ты уже прицелишься от первого лица, что может быть полезно для вполне очевидных вещей, типа выцеливания уязвимых мест противников. Особенно прицел необходимо использовать для того, чтобы убивать максимально быстро всех противников, которые начинают вызывать подкрепление. Причем следить за этим нужно на протяжении всей игры. Жуки вызывают подкрепление посредством распыления, которое ты можешь видеть, как оранжевый дым. И если быстро среагировать и убить такого жука, то ты можешь избежать прорыва жуков. Но действовать придется действительно быстро, ведь жукам достаточно нескольких секунд для того, чтобы появился целый рой из земли. С роботами все намного проще. Они вызывают десантные капсулы посредством запуска сигнального огня в небо. И если ты убьешь робота в тот момент, когда он заряжает оружие осветительным снарядом, то разумеется, никто его не увидит и корабли не прилетят. Все снаряжение, которое ты призываешь, а также турели и некоторые другие стратагемы имеют тег Адская капсула. Этот параметр отвечает за то, что такая капсула при приземлении наносит колоссальный урон любому противнику на своем пути. Из самого полезного капсулами с припасами можно убивать бронированных противников. Ведь даже в случае, если капсула разрушится от этого, то снаряжение и пули из такой капсулы все равно выпадут на землю. Но вот турели лучше так не посылать, а то они попросту взорвутся. А также смерть союзника теперь заиграет новыми красками. Ведь капсула с тиммейтом также наносит огромный урон. А сам игрок в капсуле может скорректировать падение прямо в голову желчному титану. Так что после смерти хорошенько обдумай, приземляться тебе в безопасное место или наоборот спасти тиммейтов, пробив голову титану. После приземления в толпу врагов или же если тебя зажали жуки в улье или в любой другой непонятной ситуации прыгай. Помимо того, что это самый простой способ разорвать дистанцию с врагами, так еще ты можешь и перепрыгнуть различные препятствия, которые жуки будут долго обходить. Если же ты будешь сражаться против роботов, то прыжками ты не только уклоняешься от пуль, но также пока ты в положении лежа, а именно этим и закончится любой твой прыжок, по тебе проходит в разы меньше урона от взрывов. Так что надоедливые ракетчики врагов уже не будут так страшны, а также гранаты и союзные стратагемы. В игре есть тяжелое оружие, которое поставляется в адской капсуле вместе с рюкзаком для перезарядки. И если ты играешь с другом, то ты можешь его попросить взять рюкзак, чтобы когда ты стрелял из ракетницы, то не тратил время на перезарядку, ибо друг сможет ускорить твою перезарядку буквально в разы, закидывая к тебе в оружие ракеты. Если у тебя есть рюкзак, который ты хочешь передать тиммейту, либо специальное оружие, или же ты сейчас вообще побежишь выполнять доп.задание на другую точку карты, а у тебя есть куча образцов, то ты можешь зажать кнопку X и выкинуть что-нибудь из вышеперечисленного. А если это использовать с предыдущим советом, то когда ты увидишь на горизонте несколько чарджеров или титанов, то всегда можешь выкинуть рюкзак с ракетами для друга, чтобы он начал тебя перезаряжать. На примере споровика я хотел бы показать, что для выполнения некоторых заданий по уничтожению вовсе не обязательно подходить к локации близко. Особенно это наглядно видно как раз таки на споровике, по которому можно пустить ракету буквально с другого конца карты. И ты не только выполнишь доп.задание, завеса спадет. И хоть в ульи жуков так особо не постреляешь, но вот по целям роботов легко. Потому что у них все постройки находятся на земле и уязвимые зоны как у тех же бараков расположены наверху и взорвать их не составит большого труда. Так что не обязательно штурмовать очередную базу роботов, а достаточно пустить несколько ракет по важным строениям врагов. На некоторых планетах ты можешь найти неприятные споры при приближении к которым они начинают тебя замедлять. Однако их можно использовать для обратного эффекта. Если подойти к такому растению и чем-либо ему нанести урон можно даже в ближнем бою, то споры взорвутся и откинут тебя на огромное расстояние. Тут конечно же нужна практика, ибо при неправильном взрыве ты можешь наоборот отлететь в жуков, а что еще хуже сильно высоко и приземление в таком случае ты уже не выдержишь. В общем это все основные знания которыми должен обладать каждый кадет. Если же есть у тебя какие-то темы для будущих роликов то обязательно пиши в комментарии. Все прочитаю и на все отвечу. А также залетай к нам в дискордик. Вечерние игры никто не отменял.